Тут была дорога. Там, где были дороги и улицы, теперь только белая равнина. Под снегом на Алтае исчезли целые деревни и небольшие посёлки. Сугробы высотой в 2-3 метра не позволяют даже выйти из дома. Открывай, ладно. Да, можно сместить. Пробираться наружу приходится по несколько часов с лопатой в руках. Калитка открывается вовнутрь, наверное, поэтому и вышли. В Новосибирской области уборка снега не прекращается уже несколько суток. Впоследствии мы убираем снежные заносы, расширяем дороги. Дороги расчищают рекордное количество спецмашин. Более тысячи. Отменены десятки автобусных рейсов. Нулевая видимость на трассах в Кемеровской области. На Урале водители просят отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными в городе. Из-за сильнейшего гололёда автомобили десятками вылетают в кювет и на встречную полосу. А в Ревде автомобиль реанимации с пациентом в салоне почти 20 минут буксовал в снегу, пытаясь выехать со двора. Это не просто скорая помощь, а реанимация, где счёт идёт на минуты. Последствия затяжной метели устраняют и в уральской столице. Уборка дорог и тротуаров в Екатеринбурге длится уже несколько часов и до сих пор далека от завершения. Грузовики вывозят снег тоннами. Спецтехника работает в каждом районе. Да уж, такое количество снега Петербург помнит лишь с прошлой зимы. В этом сезоне каждый день новые температурные рекорды. Такой аномально тёплой погоды не было за всю историю метеонаблюдений, то есть почти за 150 лет. Главная примета этой зимы – распустившиеся листва в середине января. Петербургская зима всё больше напоминает весну. Нет снега и льда, температура со знаком «плюс». Природа реагирует соответствующе. На деревьях набухают почки, распускается верба. Под Петербургом дачники выкладывают невероятное для середины зимы видео. Грибы пошли. О, первые грибы. Режиссёр Алексей Герман-младший уже несколько недель откладывает съёмки фильма о ленинградской блокаде. Действие картины «Воздух» должно происходить в заснеженном городе. Но погода внесла свои коррективы. Я не очень верю в компьютерную графику. Как бы вот так вот снег хорошо сделать, это довольно сложно. Очевидно, что дорогу жизни мы не снимем. Из-за непривычно тёплой погоды на Афинском заливе до сих пор не встал лёд. Это мешает балтийским нерпам. Льдины нужны им для отдыха и ухода за потомством. Для животных, которые беременные, например, самки, которым скоро через пару недель буквально нужно рожать своё потомство, это вообще очень нерациональное расходование сил. А в некоторых районах Ленинградской области начался паводок. Обычно приход большой воды наблюдается в апреле-марте. Жители Тихвина, Шлиссельбурга и Пикалёва публикуют снимки рек, которые раньше времени вышли из берегов. Настолько аномальная погода. Мы побили сейчас рекорды большего периода. 1881 год, начало наших инструментальных наблюдений. Сильный юго-западный ветер поднял воду на Неве почти на метр. В связи с этим частично закроют дамбу. Весенняя погода в северо-западном регионе сохранится до конца января.